У меня прошлое видео записалось 11,5 минут, но, может быть, значит, эту игру можно подольше писать. Просто практически все игры по 10 минут у меня идут, и потом запись сама останавливается. Труп, кстати, появился, в прошлый раз я его не заметил. Вот. Ага, это клоун, вот его сожгли, видимо, его крысы сожгли. То есть, как бы у меня любую игру, которую бы я не писал, у меня она сама останавливала запись после 10 минут, когда я на французе. Почему она в дверь не хочет заходить? Вот. А эта игра, видимо, может дольше писаться. Давайте тогда попробуем эту дверь. А, тут, помню, тут сейчас будут и крысы, и птицы, сразу несколько врагов в одной комнате. Патроны. Вот это я помню. А, и эта комната как раз тут, да, дверь тоже к ней относится. О, сразу трое, смотрите. Блин, ну как так? Даже некуда было отбегать тут. Сначала давайте птицу убьем, наверное, она самая слабая. Мне бесит то, что тут нужно ждать, пока вот эта атака накопится, блин. О, еще уровень повысился. Аптечка и патроны. А у меня разве есть место? Похоже, есть. А, ну да, патроны же, они отдельно считаются. Так, а как теперь мне узнать? Значит. Вот энергия восстановления. Вот, я использовал и это самое. Вот энергия, это исцеление, короче, она у меня требует МП. Вот, но МП у меня уже кончилось. А как его пополнить, я не помню в этой игре. Кстати, тут, по-моему, МП пополняется, то есть, как бы, вот эта вот энергия. Ну, вот эти способности. Во второй игре, после каждого сражения с врагами тебе дают МП. А здесь МП, по-моему, можно пополнить только если у тебя уровень повысится, или если найти специальную фигню, которая повышает. Просто так нельзя пополнить, по-моему. Вот видите, костюм, который у меня сейчас, этот получше. Видите, у него характеристики повышаются. Значит, оденем вот этот. И вот эта дверь как раз та, в которую я войти не мог. Ага. Всё, теперь, значит, пойдём... ...вперёд. В самый конец коридора. Ой, ещё враги. А чё? Так. А во время сражения я в своё меню войти не могу. Ага. Кстати, у меня во время сражения, похоже, эта полоска МП автоматически сама пополняется. Видите? То есть, она называется тут ПЕ. Вот она, ПЕ. То есть, когда она у меня до конца пополнится, я смогу опять использовать вот это исцеление. Ага, значит, сама пополняется периодически. Во. А то я просто забыл. Сейчас будет эта Ева тут. За роялем играть мелодию очень прикольную. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ай, кто играл на PSP в Threadbird Day? Там эта мелодия в самом конце играет в такой момент грустный. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Еще будет заставка, у нее такие длинные руки вырастут. Ту-ту-ту-ту. Маэстро музыку. Сейчас, кстати, нужно будет сражаться с ней. Хвост у нее даже. Сейчас, на всех случаях, сохранюсь. Во. Все. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как она атаковать будет? Ого. Я даже увернуться не смог. Блин, а как увернуться-то от этой хуйни? Ну-ка. Вот. Раньше я во время боя не мог войти в это меню. А сейчас я могу войти в это меню. Теперь я могу опять исцеление использовать. Во. Как от этой атаки увернуться-то, господи? Вот. У меня опять почти пополнилась эта полоска. Сейчас могу опять исцеление использовать. Как-то она быстро пополняется. Ну, это хорошо, конечно. Просто странно, что так быстро пополняется-то. Блин, я даже не знаю, как увернуться от этой атаки. Вот это тупо. В общем, она атакует только с дальней дистанции, видите? Да. Мне еще нужно время. Это точно. Она не знает, что это такое. Только самое начало. Она не понимает вообще, что происходит. Не знает ничего. Топить этот в госпиталь. Потом мы будем в этой комнате. Вот доктор подходит. Это она вспоминает, да? Что с ней было, по-моему. Я точно не помню, блин. Так что, давайте опять исцелимся. А то у меня 25 хилсов всего осталось. Хорошо, кстати, что эта штука во время боя сама пополняется. Смотрите, как удобно. Просто бегаешь немножко и ждешь, пока она пополнится. Интересно. Просто забыл об этом. Все, сейчас в канализацию пойдем лягушкой пиздить. Сейчас лягушки получат. У нас сюрприз будет им. Лягушки-шлюшки. Во. Так, надо бежать вперед. Лягушки прикольные тоже, смотрите, какие. А, это еще крысы. Трое сразу. Охренелище. Блядь. Я в углу прям стоял, поэтому она в меня попала. Никогда не надо позволять себя в угол зажимать. Опять уровень повыше. Что-то как-то быстро. А, можно теперь анализировать врага, видите, прикольно. Я забыл уже. Я говорю, я не помню, какие тут способности есть, кроме той крутой способности, когда ты превращаешься в кого-то там. Начинаешь летать, короче, и бить врагов. Вот сейчас лягушки будут. Во, лягушка, смотрите. Сначала крысу пьем. Лягушка прикольная. Значит, и лягушка-шлюшка. Какой длинный язык у нее, смотрите. О, даже двух патронов не хватает на нее. Давайте еще исцелимся. Ну-ка, а если его просканировать, что будет? Видишь? То соло. Вот это что было такое? Видели, что сейчас было написано наверху? Это называется русская версия. Ага, очень хорошо. Лучше я, блядь, наверное, скачаю английскую тогда. Хоть пойму, что там было написано. Не, ну вы видели, что там было написано-то вообще? Опять уровень повысился. Какая-то, блядь, хуйня, блядь, была написана. В английской версии я бы хоть понял. А тут хуй поймем. Ну, видели, да? Какой-то хуйня, блядь. Непонятная. О, пистолет какой-то новый. М-м-м, 17,60. У меня 12,51. Новый пистолетик нашли. Давайте наверх поднимемся. Не помню, что тут. А, коробочка. А я к ней не могу пройти, смотрите. Может, она внизу находится? Еще одна коробка. Значит, это все внизу дело находится. Значит, наверх было бесполезно подниматься. Ну, ладно. Ничего страшного. Значит, пойдем вниз. Значит, пойдем вниз. Спасибо. Спасибо.